Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник студии Александр Семенов. В Москве в Рио губернатор Самарской области Дмитрий Азаров участвовал в совместном заседании Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета Организационного комитета «Россия-2018». Обсуждали план подготовки к Мундиалю. Владимир Путин в своем выступлении сделал акцент на готовности страны к чемпионату мира. Он также заявил, что стадионы будут приниматься только в комплексе с благоустроенной вокруг территорией. Единственный стадион, по которому прозвучала критика, это Самара-Арена, прокомментировал результаты совещания Дмитрий Азаров. Он отметил, что требуются дополнительные усилия, чтобы наверстать упущенное. Он отметил, что правительству региона поставлена задача, чтобы в каждом министерстве ежедневно подводились итоги, связанные с подготовкой к чемпионату мира. Уже в пятницу мы проведем дополнительное совещание непосредственно на стадионе, куда уже приглашен мной генеральный подрядчик. Будут представители контрольно-надзорных органов, будут представители, естественно, правительства Самарской области. Мы еще раз в деталях разберем весь порядок взаимодействия. Еще раз обратим внимание, если есть какие-то несогласованности, для того, чтобы слаженной, дружной командой нам достроить стадион, нам подготовить всю инфраструктуру города и области для приема команд и болельщиков. К другим темам эвакуация в Самарском университете. Взятка полицейскому, малолетний серийный грабитель и смертельное ДТП на Ракетовском шоссе. Об этом подробнее расскажем прямо сейчас. Один человек погиб в результате ДТП в Самаре. Авария произошла около 10 часов вечера 3 октября на Ракетовском шоссе. По данным ГИБДД, 21-летний водитель легковушки по каким-то причинам не справился с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в дерево. Водитель скончался на месте до приезда скорой. Его тело из-за скорежного автомобиля пришлось извлекать спасателям. По факту ДТП проводится проверка. Бил в лицо и срывал с жертв украшения. В Самаре задержан 16-летний грабитель, на счету которого как минимум два преступления. Одно из нападений было совершено в июле на улице Аэродромной. Жертвой преступника стала продавец цветов. Второе преступление запечатлела камера видеонаблюдения, когда в сентябре у одного из кафе на улице Авроры грабитель ударил 32-летнюю женщину в лицо и также сорвал с нее украшения. Ущерб потерпевшая оценила в 39 тысяч рублей. По данным полиции, молодой человек уже был судим и, возможно, причастен к другим подобным преступлениям. Всех, кто, возможно, пострадал от действий этого человека, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции. Наказание сразу за два преступления понесет 41-летняя жительница Самары. Продавца одного из магазинов обвиняют в даче взятки полицейскому. 15 тысяч рублей стражу порядка женщина предложила за то, чтобы тот не привлекал ее к уголовной ответственности за продажу крепкого алкоголя без соответствующих документов. Полицейский оказался не падок на взятки, а задержали женщину с поличным в момент передачи денег. Несколько десятков человек днем-среду эвакуировали из здания Самарского университета на Московском шоссе. Причиной стала подозрительная находка во дворе образовательного учреждения. В считанные минуты к месту ЧП привели полицейские, спасатели и медики. Территория была оцеплена. Как выяснилось, тревога оказалась ложной. Найденный пакет был набит мусором и не представлял опасности. Тем не менее, бдительность превыше всего. Полторы тысячи рублей штрафа и лекции от инспектора ДПС. Такое наказание грозит тем, кто нарушает правила дорожного движения, двигаясь по выделенной полосе. В очередной раз полицейские напомнили автолюбителям о том, что предназначена она исключительно для общественного транспорта, автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Рейд по выявлению нарушителей прошел на проспекте Кирова. В ближайшее время профилактикой займутся на Московском шоссе и других улицах, где есть спецполоса. Инспекторы ДПС призывают автолюбителей быть внимательнее на дороге и почаще обращать внимание на дорожные знаки и разметку. Спецполоса предназначена исключительно для бесперебойного проезда общественного транспорта. Однако водители не соблюдают правила дорожного движения, осуществляют движение и парковку на выделенной полосе. В соответствии с кодовым административным правонарушениям штраф по выделенной полосе 1500 рублей. По стенам ползут сквозные трещины, коммунальщики не обращают внимания. Жильцы дома номер 35 по улице Сердобской безуспешно обивают пороги управляющей компании и властных структур. Зданию 60 лет. Износ большой. Люди сами латают дыры как могут, но толку мало. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Проблема дома номер 35 по улице Сердобской видна всякому проходящему мимо. По стенам идут трещины, самая большая от крыши до фундамента, с торца дома. Через нее из квартир было видно улицу. Жильцы сами заполнили ее монтажной пеной. Все же осень на дворе, скоро зима. А те, кто отвечает за состояние дома, не сделали даже этого. Трещина по всему дому сквозная, вот как вы видите. Дела никому нету. Управляющая компания вообще никак не реагирует. Прокуратура отписала жилищную инспекцию. Жилищная инспекция опять-таки управляющая компания дала указаний. Указаний не видно, не слышно. И мы не понимаем вообще в чем дело и когда все это закончится, скажем так. Когда нас передали в управляющую компанию КП «Волга» с директором Леошином Александром Николаевичем, в августе прошлого года я была у него на приеме, на Александра Матросова, 153 Д. И когда я стала говорить о проблемах дома, проблемах подъезда, он мне сказал, вы знаете, на вашем доме нет денег, у вас много должников. Вот вы с ними поговорите, я говорю, а какое я отношение имею к ним? Как я могу с ними говорить? У вас что, нет юриста? У дома в целом много проблем. Амброзию во дворе никто не выкашивает, подъезд не убирают, снег не чистят, дворника никто не видел уже давно. Но все это можно перетерпеть. А разрушение дома – это очень серьезно. Люди опасаются остаться без жилья, да и за свою безопасность переживают. Ждут хоть какой-то действенной реакции от властей и коммунальщиков. Максим Остриков, Николай Епифанов, СТВ. Собираемость взносов за капремонт Самарской области превысила 100%. По сравнению с 2014 годом рост составил больше, чем в два раза. За все время действие программы в регионе отремонтировано 2,5 тысячи домов. В этом году капитально обновлены 70% зданий. В планах на будущий год – почти тысяча объектов. Наша съемочная группа увидела, как выглядят дома после масштабных работ. В доме номер 17 Повольской не было ремонта 62 года. За это время фасад заметно обветшал. Коммуникации тоже дают сбой. Когда дом включили в план капитального ремонта, жильцы единогласно решили утеплить фасад, а инженерное сооружение заменить позже. После, когда мы решили все-таки фасад утеплить и покрасить, теперь вот имеем такую красавицу, красавца. Это дом, куда хочется возвращаться, не только взрослым, но и детям даже. Для утепления использовалась минплита толщиной 50 миллиметров. Обошелся ремонт в 7,5 миллионов рублей. Теперь в квартирах гораздо комфортнее. К тому же в доме заменили водосточные трубы и укрепили балконы. Бригада работала в круглосуточном режиме на протяжении двух месяцев. С собственниками было все взаимодействие налажено. Здесь собственники, все пожелания, которые высказывали, все были учтены. Отремонтировали и карнизные свесы, и водосточную систему. Проблем по взаимодействию у нас ни с управляющей компанией, ни с собственниками не возникало. Не возникало проблем и в доме номер 13 на улице Георгия Ратнера. В Хрущевке новая система отопления, водоотведения, водоснабжения и электричества. Жильцы остановили свой выбор на стальных трубах. Жители данного МКД выбрали, что самое интересное, выбрали стальные трубы. И они опасались, что у них будут проводиться огневые работы в квартирах. Они попросили нас как можно меньше их произвести. Мы на их просьбу откликнулись, и в данном доме, в квартирах, огневые работы абсолютно не производились. То есть было все собрано на резьбах. Гарантия на трубы 25 лет. Рузелья Хаирова всю жизнь жила с чугунными, а новая отмечает теплее и смотрится аккуратнее. С новыми батареями теплее? Теплее стало. Видишь, я даже скупался. Фонд капитального ремонта установил в домах автоматическую систему, которая позволяет сократить расходы на энергию примерно на 30% за счет того, что подстраивается под погоду и не подает лишнее тепло. Экономия составляет 7 тысяч в год. Такие системы еще в 52 домах Самары и Тольятти. В Самару прибыл поезд с экспресс-лабораторией для тестирования на ВИЧ. Всероссийская акция проходит поэтапно в 24 регионах страны. Там, где проблема заболеваемости особенно актуальна. Узнать свой ВИЧ-статус может каждый бесплатно, а главное анонимно. С 4 по 6 октября на железнодорожном вокзале тестирование будут проводить специалисты спидцентра. Быстро, безболезненно, а главное анонимно. Чтобы узнать свой ВИЧ-статус, надо лишь желание. Пассажиры с интересом принимают участие в акции. 10 минут и результат готов. Мне важно знать состояние своего здоровья. Очень хорошо, что такое мероприятие проводится. Не всегда в медучреждении есть возможность попасть и быстро пройти такую процедуру. Специально оборудованный вагон экспресс-лаборатории следует в составе регулярных поездов. Акция проходит поэтапно в 24 регионах страны. Там, где проблема ВИЧ особенно актуальна. Впрочем, Самарская область за последние 7 лет значительно улучшила свои позиции. И стройки лидеров по уровню заболеваемости в стране переместилась на 14 место. На территории Самарского региона проблема осознанна. Теперь нужно поэтапно высвободиться от нее, чтобы не фигурировать в каких-то черных других списках. А для этого нужно, чтобы население очень четко понимало, что нужно делать, как нужно делать. Не надо эту проблему куда-то прятать. И вот, допустим, тестирование на ВИЧ – это как раз то, что мы проблему не прячем. Мы, наоборот, считаем, что чем больше будет информированности, тем будет лучший результат для населения. Сегодня в стране проживает почти 900 тысяч человек с ВИЧ положительным статусом. В Самарской области порядка 35 тысяч. Важно выявить болезнь на раннем этапе, утверждают медики. Ведь при грамотной терапии с ВИЧ можно прожить долгую и счастливую жизнь. Ведь не секрет, вот на таких акциях мы постоянно выявляем ВИЧ-инфицированных. Это, конечно же, большой плюс для этих людей, потому что они ходят, они не знают о своем статусе. И, естественно, это позволяет своевременно их взять на учет. А дальше уже, поверьте, специалисты справятся. Пройти тестирование на ВИЧ может каждый. Желающих ждут на железнодорожном вокзале с 4 по 6 октября. Екатерина Алексеева, Николай Сидоров, СТВ. Это просто свое время. Фрейзерные работы на станках с ЧПУ, кузовной ремонт и сварочные технологии. Для нас очень важно, чтобы из учебных заведений выходили действительно подготовленные люди. Молодые люди, которые приходят на производство. И не надо тратить силы и средства на их переподготовке. Встреча с аутсайдером чемпионата крылья советов готовится к матчу с факелом. Команда сыграют в Воронеже в это воскресенье. Наши парни активно готовятся к дуэли. Тут главное психологическое состояние. Чтобы не было недооценки соперника, необходимо не экономить силы и играть в полную мощь. Все подробности в нашем материале. В своих лидерских позициях крылья советов сдавать не намерены. Сейчас волжане занимают вторую строчку в турнирной таблице. От лидера Красноярского Енисея отделяет лишь одно очко. Это и есть наш прямой конкурент в борьбе за выход в премьер-лигу. Так что терять баллы в противостояниях с такими командами, как факел, непростительно. Тем более, есть горький опыт поражения. Другому, мягко говоря, не совсем сильному сопернику Тамии. Так что настраиваются наши парни на поездку в Воронеж по полной. Еще длинный сезон. Еще сейчас начнется скоро второй круг уже. Вторая часть. Поэтому сейчас не надо смотреть, как играют. Все еще впереди. Я, как говорил, думаю, вся борьба будет до конца идти. Подопечные Андрея Тихонова в полной боевой готовности. В крайней дуэли на своем поле Самарцы разобрались с питерским «Зенитом-2». Крылья советов выглядели значительно лучше команды с берегов Невы. И счет мог бы быть внушительней. А так, безговорочная победа. 1-0. Давление со стороны крылышек шло достаточно хорошее, уверенное. С контролем мяча и во втором тайме. Мы чуть-чуть, может быть, начали спешить. Крылья советов во встрече с факелом, разумеется, явный фаворит. Вот только игра, как обычно, расставит все на свои места. И тут главное не перегореть и настроиться как надо. И тогда из Воронежа наши парни увезут столь нужные три очка. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. К своему противостоянию в Суперлиге готовятся и баскетболисты клуба «Самара». В этот четверг на своем паркете волжане примут подмосковные химки. Напомню, в стартовавшем сезоне наша команда провела три встречи. Дважды побеждала и еще один раз проигрывала. В крайнем поединке на своем паркете самарцы разгромили столичный МБА. 101-71. Очередной соперник же из Подмосковья далеко не подарок. На данный момент химки на третьей строчке турнирной таблицы. «Самара» на первом месте. Мы же приглашаем на работу корреспондентов в службу новостей СТВ. Свои резюме просьба оставлять на электронную почту. У меня же на этом все. Далее программа «Абзац» и прогноз погоды. В завершении выпуска напомню адрес сайта. Читайте наши новости в социальных сетях в группах «СКАД СТВ Самара». Заходите на сайт телекомпании. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.